Вот, но позвольте с этим не согласиться, то есть складка, сборка, катастрофа связанная с потенциалом Гинсбурга, Ландау и еще некоторые катастрофы, которые используются в химических реакциях. Короче говоря, уже настолько привыкли к терминам теории катастроф, многие исследователи, что вспоминают слова Хаксли. Хаксли был дедушкой Нобелевского лауреата Хаксли, который физик по биологии получил Нобелевскую премию. Он говорил, что вначале истина воспринимается как ересь, а умирает как заблуждение. И так устроено познание человека, что появилась теория, удивляется, что это все не так. Потом она завоевывает пространство человеческого ума и выходит эта теория вперед, но она тоже потом умирает. Я недавно слышал, как математики ругали теорию катастроф и говорили, что это ни в чем на совершенно теория, потому что все на самом деле быстро меняется, все идет вперед. Но мы-то все равно с вами работаем в рамках некоторых полупримитивных представлений, так и должно быть, чтобы это было понятно, чтобы это вызывало интерес. Решались, чтобы достаточно простые физические, экономические, биологические и прочие задачи. И тогда, и тогда, значит, эвристическая ценность таких теорий, она, несомненно, повышается, потому что человек лучше познает окружающий мир для себя в этом геометрическом, можно сказать, мире. Итак, записываем тему «Теория катастроф. Основные катастрофы». Теория катастроф. Основные катастрофы. К первой катастрофе, несомненно, относится складка. Я все подробно вам объясню. Эта же катастрофа может быть представлена минус градиент F O dx. f, некоторая потенциальная функция, 1 треть, x кубе, плюс A, x плюс B. Хотя потенциал можно определять с точностью до постоянной. Так вот, если взять градиент от потенциальной функции, то мы справа получаем вот это вот соотношение, которое нам о чем-то и говорит. Но обратите внимание, x в первой степени здесь отсутствует. Это значит, что это уравнение является приведенным. На самом деле здесь при описании процесса в природе x, то есть y будет некоторая переменная y в возврате, и y в первой степени плюс какая-то B. Тогда здесь будет квадратичный член, и он как раз исчезает. Эта форма называется канонической. А построена она, как и физические законы. Помните уравнение Ньютера? Градиент нет, как и потенциальная функция. Есть что такое? Сила. Мы ее ставим вправо, вот сюда. А здесь динамическое уравнение. Рисунок этой катастрофы следующий. Это пункция, это x. Существует таким образом семейство некоторых потенциальных функций f, которые обладают раскол катастрофой x кубик. По замыслу тома, вот эта слагаемая первая является раскол катастрофы x кубик. А вот это вносимое возмущение. В известной книге Гелмора, двухтомники, написанном для математики, приводится в приложении теории катастроф включению различных задач. И дается полная теория вот этих вот уравнений всех. Но он посоветовал, у него есть во втором томе, что лучше эти книги читать математикам, потому что физикам, например, будет полезна всего одна таблица. Из первого тома этой книжки. И поэтому читать на самом деле вот такие теории достаточно сложно. Хотя я обязался вам прочитать достаточно просто, так чтобы не возникало никаких лишних вопросов. нарисую. Вот. то есть это x1, x1, x2, это x2. решение вот этой функции. Как она решается? x1, x2 равно ой квадратный, значит здесь плюс, минус, 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 а. Два корня. Вот эти корни и есть. Ну, чем интересна эта катастрофа? На самом деле все изоморфные, говорят математики, функции, эти все функции являются изоморфными. То есть они принадлежат одинаковому классу функций и содержат один минимум, один максимум, один минимум и проходят через среднюю точку, а некоторые функции вырождаются и все два корня становятся равными в этой точке. Пожалуйста, определите, в какой точке они становятся равны. Вот в этой точке. Это катастрофа складки. Что касается катастрофы сборки, то я теперь запишу дифференциальное уравнение. Я все объясню потом, откуда появляются такие уравнения и все. Но самое главное здесь обратить внимание, все они приведены к каноническому виду. И тогда приведя разные кривые к каноническому виду, мы тем самым делаем подход единый для всего семейства вот таких функций. Это катастрофа сборки, которую мы начали изучать на прошлой лекции. Тем не менее, я в качестве обобщения диктую вам основные уравнения и уравнения движения. Они называются. Уравнения эволюции. А потенциальная функция в катастрофе это 1,4 x в 4 плюс 1,2 x в квадрате плюс b x. Постоянную можно не писать. Здесь один управляющий параметр а, здесь два а, b, но вот это а не равно вот этому а. Ну так принято. Там эта функция является сложной. Функция каких-то других параметров. Потенциал этот, мы уже говорили, сборка, я сейчас ее большую нарисую, чтобы вы могли записать, где что находится. Смотрите, как рисуется. Вот это такая загоголина. Выбираю точку схода там, точку схода там. А здесь, вот видите, как я сделал. А здесь вот так. Это критическая точка некоторая, x. Я изогнул лист бумаги вот таким образом. И вот эта линия называется прямой равновесия. То есть, если это первая фаза системы, то вот это вторая фаза системы. И кривая равновесия, вот под этой точкой я ставлю, вот таким образом, надо научиться рисовать. Это будет а, это будет б, вот эти векторы по линии, каллинеарной линии. Это будет сепаратриса. Напишите, все точки вот этой линии, ну, можно, например, обозначить. А, С, Д. А, С, Д. Это плоскость равновесия, а линии А, С, равновесие первой фазы со второй. Второй с первой. Это метастабильное состояние первой фазы, типа перегретая вода. Это метастабильное состояние второй фазы, пересыщенный пак. Когда многие рисуют ошибаюсь, когда путь идет из одной фазы в другую, то вот это огибает критическую точку. Обычно ошибка всех, кто сдает экзамены, зачеты эту линию проводят вот ниже критической точки. Оказывается, кривую эту критическую точку можно обогнуть непрерывным образом. фазовые переходы осуществляются вот с этой линии, я это буду спрашивать, фазовые переходы. А, перворовано, и вот с этой линии, здесь вторая фаза скачком срывается сюда, а здесь срывается первое состояние во вторую. Это критическая точка, фазовые переходы второго рода. Они осуществляются при переходе вот в таких направлениях по критической точке. Так что реализуется вот следующее я сотру, так что реализуется фазовые переходы второго рода и фазовые переходы первого рода первого рода осуществляется вот здесь скачком. Если фазовые переходы второго рода в системе не требуют затрат энергии, проходя вот в таком направлении, то фазовые переходы первого рода они требуют теплоту. Теплота выделяется или поглощается в зависимости от типа катастрофы. Это фазовые переходы второго рода. Гистерезис. Эта катастрофа обладает свойством гистерезиса. то есть если мы идем по х ну вот здесь переменная х вот так направлена то если быстро в кавычках идем то проходим вот сюда и здесь переходит вот сюда. Это х1 к примеру да? А это х2. То есть фазовый переход первого рода осуществляется сепаратрисы если быстро проводить процесс скачком меняется и идет в этом направлении. Обратный же путь идет вот в этом направлении. поднимается вверх. То есть прямой путь в таких процессах не совпадает с обратным путем. Я вам покажу картинку сейчас как это выглядит в реальной жизни. вот такая картинка например здесь жидкость здесь пад и когда мы идем то по компьютеру видно идет срыв а потом возвращается сюда это некоторое динамическое уравнение здесь жидкость здесь пад я попробую зарисовать это некоторый показатель который вы еще не знаете петля гистереза самая настоящая петля гистереза нет вот идет сюда ну это есть значит динамическое уравнение и вот эта картинка в некоторых случаях так вот вы вот это Продолжение следует... 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 Продолжение следует...